Видеоигры удивительны, нам с ними всегда очень весело, но иногда в них закрадываются отвратительные вещи. Своего рода вторжение видеоигры, которое все напрочь ломает. Всем привет, я Никитун и это десятка вещей убивающих игры. Приятного просмотра! А начнем давайте с издателей и разработчиков, которые гонятся за чудом в лице игр-сервисов. Знаете, сколько денег принесла авторам Fortnite? Более 20 миллиардов долларов. Это с момента ее перезапуска в 2017. Не миллионов, миллиардов. Естественно, всем захочется кусочка этого пирога. И компании готовы почти на что угодно ради такой прибыли. И вот что стоит отметить. Нельзя сказать, что любая игра-сервис это пятно на игровой индустрии. Есть несколько отличных игр, использующих эту модель распространения контента. А еще несколько скоро выйдут. Посмотрите хотя бы на Helldivers 2. Это определенная игра-сервис, но она шикарна. А вредит игровой индустрии желание издателей использовать данную модель во что бы то ни стало. Вместо того, чтобы естественным образом работать над играми со студиями, которые умеют их делать, издатели создали немало недавних игр с помощью студий, которые известны одиночными играми. Они знают, как создавать определенный тип игр, но их руководство пытается впихнуть невпихуемое. Фанаты студии не хотят играть в эти игры, а разработчики не хотят их создавать. И по играм это заметно. Я говорю о таких проектах, как Anthem, Redfall, Avengers, Suicide Squad. Все это проекты от студий, известных по однопользовательским играм и работавших вне своей зоны комфорта. Suicide Squad особенно важна, потому что она показывает, насколько некоторые издатели невежественны. После того, как Suicide Squad провалилась, Warner Bros. заявила, что уходит с нестабильного рынка ААА игр, чтобы сосредоточить все усилия, угадайте на чем, на играх-сервисах. Хотя их последняя игра-сервис была жутким провалом. Ах да, чтобы это объявление выглядело еще абсурдней. Угадайте, какая игра 23-го года была от них самой успешной. Это Hogwarts Legacy, одиночная игра. И она была не просто успешным проектом. Успех был колоссальным. Игру покупали чаще, чем Call of Duty, а это совершенно небывалое событие. Этот акцент на игры-сервисы показывает, на кого нацелены издатели, а именно на лудоманов. Они бросают деньги на ветер, скидывают все сбережения в колодец желаний в надежде получить больше. Но, ребят, это просто обычный колодец. Я бы поспорил, что они пытаются сформировать рынок, подобный рынку мобильных игр, в котором около 2% игроков отвечают за 50, а то и 70% прибыли. То есть рынок с китами. Если посмотреть на происходящее в таком ключе, становится труднее понять, какие именно проекты на самом деле проваливались, а какие нет. Но я считаю, что это в любом случае совершенно тупоголовое решение, которое совсем не обязательно пойдет издателям на пользу. Давайте предположим, что это сработает. Издатели создадут рынок с китами и получат кучу денег со сделанного с минимальными усилиями дерьма, напичканного в обертки из игр-сервисов. Предположим, что каким-то неизвестным образом им это удалось. Причина, по которой люди играют в игры, заключается в том, что они их любят. Чем больше людей любят игру, тем привлекательнее она выглядит в глазах многих других игроков. А подобные решения заставляют людей любить игры меньше. И тогда как в краткосрочной перспективе издатели могут найти китов и заработать, это не важно, если они в процессе убьют рынок, отпугнув всех потребителей. Более того, разработчики, которые создают эти игры, вкладывая в них массу усилий, даже не хотят этим заниматься. И по играм это видно. Игры кажутся такими отвратительными, потому что разрабатывавшие их люди приходят на работу, работают весь день над ненавистным проектом, а потом с облегчением сбегают с работы, как только представляется такая возможность. Представьте себе мир, в котором Рокстеди не заставляли работать над дерьмовой игрой-сервисом, где вместо этого они по своей воле сделали продолжение Arkham Knight. Оно бы побило все рекорды. А теперь мы даже не знаем, что случится со студией через полгода и не закроется ли она вообще. Пять лет назад это предложение меня бы просто шокировало. А на девятом месте исчезновение игр из магазинов. Warner Brothers недостаточно отменять готовые, но еще не вышедшие фильмы. Они решили еще и играми заняться. Целая куча игр, которые издавала Adult Swim, исчезла с цифровых платформ. В данном случае у большей части разработчиков хотя бы есть права на интеллектуальную собственность, так что они могут попробовать переиздать игру после ее удаления. Но обычно, когда игра исчезает с цифровых платформ, это навсегда. Если вы хотите добавить ее в свою цифровую библиотеку, вам не повезло. Есть небольшой шанс, что вы сможете найти перекупщика, который позволит вам приобрести ключ. Если же не найдете, то все. Игры удаляют по целой куче причин. Порой компания теряет права на игру, а порой заканчивается срок действия какой-нибудь лицензии. И это можно понять, но это все равно отстойно. В таких ситуациях, как с Warner Brothers, игры удаляют фактически без видимой причины. Корпорации просто затягивают пояса. Они хотят, чтобы отчет о прибыли смотрелся лучше. А потому, вместо того, чтобы заплатить какие-то копейки, необходимые для поддержки игры, ее просто удаляют. Убирают из графы расходов. Мы все понимаем, почему это исключительно неприятная ситуация. Представьте, что было бы, если бы все издатели так меркантильно относились к играм. Я бы лично просто хотел, чтобы игры всегда были доступны для людей, которые хотят в них играть. Неужели я многого прошу? Но то, что будет жить вечно, это онлайн игры. В одну такую я недавно прям сильно залив. Hustle Online это бесплатная онлайн игра с открытым миром от третьего лица, в которую можно играть с компьютера и мобильного телефона. Игра с живым общением и с дружелюбными игроками. Здесь ты можешь влиять на жизнь и развитие родных городов. Становись депутатом или мэром, принимай важнейшие решения, которые будут влиять на жизни тысячи реальных игроков. Хочешь больше экшена и веселья? Тогда становись на криминальный путь и мути свои грязные делишки. Для этого в Hustle Online есть все необходимое. Собирай друзей и сразись за статус самых опасных бандитов города или самого меткого на районе. Все в твоих руках. Я частенько играю в нее со своими друзьями на 13 сервере. Поэтому для вас у меня есть промокод NIKITUN, который поможет при старте. Поэтому скачивай Hustle Online на свой телефон и Radmir RP себе на компьютер и играй вместе со мной. Ссылочка уже ждет тебя в описании под видео. А на восьмом месте выпуск явно незаконченных игр. Эта проблема появилась в индустрии много лет назад и не похоже, что она скоро исчезнет. И я даже не говорю об играх в раннем доступе. Это отдельный разговор. Там вы хотя бы знаете за что платите или за отсутствие чего. Я говорю об играх, авторы которых заявляют, что они закончены. А на деле игры оказываются совершенно сломанным безобразием. Это случается слишком часто, особенно с портами с консолей на ПК. В целом слишком много игр выходит серьезными багами и бросающимися в глаза проблемами. Естественно, всегда были, есть и будут игры, которые в день релиза полностью стабильны и почти не имеют багов. Почти. Ничто, конечно, не идеально. Но все равно есть игры, которые оправдывают закономерные ожидания игроков. Однако они уже стали исключением, а не правилом. Сомнительный контроль качества заметно ослабляет доверие потребителей. А значит, вредит и всей игровой индустрии в целом. Я постоянно вижу посты о том, как кто-то купил игру в день выхода, а она оказалась в настолько безобразном состоянии, что человек зарекся больше не покупать новые игры. Конечно, многие любят болтать, а потом идти на попятную. Но есть и потребители, которые действительно перестают покупать новые игры. Делать игры очень сложно, и я не пытаюсь обвинить разработчиков в том, что они плохо работают. Проблема заключается в том, что громадные компании с миллиардами долларов должны лучше поддерживать свои игры. Мне кажется, что это не проблема с ленивыми разработчиками, а с управлением проектами в целом, с назначением сроков и распределением этапов работы. Но в наши дни незаконченные игры еще и исправлять отказываются. EA, это я про тебя говорю. Ты и здесь главная нарушительница. Activision не намного лучше. Да, даже в 90-х игры выпускали серьезными проблемами. Вспомнить хотя бы Син или первую Unreal. Вот только те игры были инновационными. Они пробовали сделать что-то новое, и для них в итоге вышла масса исправлений. А глядя на текущее состояние дел, начинает казаться, что ситуация становится хуже. А на седьмом месте эпидемия читеров. Когда в чем-то есть победители и проигравшие, всегда найдутся читеры. Эта проблема появилась одновременно с многопользовательскими играми. Но она, похоже, становится только серьезней с каждым годом. Неважно, как сильно компания рекламирует свой античит, или как часто объявляет о волнах банов, читеры никуда не деваются. Невозможно точно посчитать, сколько людей используют те или иные читы в наши дни. Но жалобы на читеров можно отыскать почти в любом сообществе, связанном с онлайн-игрой. Это неизбежный факт, с которым приходится мириться любому игроку, выходящему в сеть. Многие разработчики делают разные вещи для того, чтобы остановить читеров. Но вместо того, чтобы дать сообществу инструменты для их отлова и самоочищения, они обычно полагаются на все более и более нелепые стратегии, которые не сильно-то и помогают. Решить проблему читерства совсем нелегко. Утилиты с читами становятся все проще использовать. А сами они используют все больше уловок. Попытки их остановить — это бесконечная сизифа в труд. Некоторые игры успешно остановили широкое распространение читов, а другие даже и не пытаются. В мире есть масса игр, которым навредили читеры, а игроки, которым это надоело, часто просто сдаются. Я бы рад был предложить какое-нибудь легкое решение. Но всякий раз, когда проводятся любые соревнования с какой бы то ни было наградой, находятся люди, которые хотят облегчить себе жизнь и получить награду без особых усилий. Это часть человеческой натуры. Если есть способ обмануть игру, кто-нибудь обязательно им воспользуется, даже если от этого очень мало толку. Переходим к шестому месту. Вторгающиеся в вашу систему и всячески бесящие средства защиты авторских прав, то есть ДРМ. Хотя нет, даже не так, просто ДРМ. Порой лекарства хуже хвори. И это становится совершенно ясно, если посмотреть на ситуацию с ДРМ. Тут вот в чем дело, ДРМ это просто отстойная идея. Защита чаще вредит потребителям, чем кому-то помогает. Невозможно игнорировать массу примеров того, как те или иные ДРМ влияли на производительность игр. А еще есть ДРМ, которые заставляют вас играть в однопользовательскую игру с подключением к сети. Это просто отстой какой-то. Еще хуже то, что разработчики прекрасно понимают, как все ненавидят ДРМ. Так что они пытаются тихонько добавить их в игры. Возьмем, к примеру, Капком, которые почему-то жутко не любят, когда в их игры играют с модами. Они настолько их не любят, что взяли и добавили ДРМ во все свои старые игры. Даже в те, где защиты уже не было. Например, в Monster Hunter Rise, в которую защита Энигма была добавлена настолько неудачно, что игра перестала работать у некоторых покупателей. Это худший пример, и это не так уж и часто на самом деле случается. Но в сети есть масса жалоб на то, что Денува и другие средства защиты вызывают замедление и подлагивание игр. Очень часто защита мало влияет на производительность. Но это все равно нагрузка на систему, без которой можно было бы обойтись. Которая делает игру менее доступной. И в целом это меры, которые мешают честным потребителям. Особенно, когда одиночную игру привязывают к серверам. Это буквально уничтожило серию SimCity. Разработчики и издатели знают, что люди ненавидят ДРМ. Так что они добавляют информацию о них в самый последний момент перед выходом игры. Порой мы узнаем о ДРМ только тогда, когда часть людей уже играет или пытается играть в игру в раннем доступе. А это уже попахивает наглым обманом потребителей. И я не говорю, что ДРМ не должны существовать. У игровых компаний есть права на интеллектуальную собственность, а значит есть право ее защищать. Но это не значит, что ситуация меня от этого начнет бесить меньше. Это одна из тех проблем, где никакого прогресса, похоже, не намечаются. Переходим к пятому месту. К раздувшимся бюджетам и циклам разработки. Раньше, когда над игрой работали в течение нескольких лет, это называли производственным адом. Но в наши дни цикл разработки длиной в 6-8 лет кажется нормой. Чем дольше игру разрабатывают, тем больше на это требуется денег. И тем больше ей нужно заработать, чтобы принести прибыль. В недавних судебных документах можно увидеть совершенно безумные суммы, потраченные на производство игр. Мы говорим о сотнях миллионов, потраченных на одну единственную игру. И это не считая затрат на рекламу. Создание игр – дело не дешевое. И очень многие разработчики считают, что единственный способ отбить затраты – это делать только то, что гарантированно продается. И именно поэтому выходят столько ремейков и сиквелов. И поэтому мы не видим большого потока новых оригинальных консольных эксклюзивов. В игровой индустрии с оборотом в миллиарды долларов просто не осталось места для странных игр, которым не гарантированы огромные продажи. Это не значит, что инновации мертвы. Их мы видим на растущем рынке инди-игр и заметно ожившем рынке AA-проектов. Но меня все равно разочаровывает то, что мы больше не видим экспериментальных проектов от AAA-разработчиков. Раньше в Microsoft и Sony было место для экспериментов. Но сейчас ты либо пользуешься проверенной формулой, либо делаешь игру-сервис. Жут. А дальше необходимость привыкать к тому, что ты не владеешь купленными играми. Не так давно в интервью для GameIndustry.biz руководитель отдела подписок из Ubisoft заявил, что хочет, чтобы игроки привыкали к тому, что не владеют играми. Они говорили о перезапуске подписки от Ubisoft. Но эта идея часто обсуждается среди различных руководителей, которые ищут новые способы легкой наживы. В подписках ничего плохого нет, когда они присутствуют вместе с возможностью покупать игры. Я не думаю, что кто-либо готов заявить, что этим сервисам нет места в игровом мире. Но проблема заключается в том, что многие компании хотят, чтобы подписочная модель в какой-то момент стала единственной доступной моделью распространения контента. В данный момент владение видеоиграми это уже не простой вопрос. Но если бы у таких людей было больше власти, наши игровые коллекции были бы отданы на милость невежественным менеджерам, которым плевать на игры или сохранение игр и вообще все то, что когда-то станет историей искусства 21 века. Вы можете представить, если бы у Моны Лиза был выключатель, и в какой-то момент Леонардо да Винчи решил бы, что больше не хочет ее никому показывать. И она бы просто исчезла навсегда. Я не говорю, что набор тайтлов, опубликованный Headout Swim Games, может приравняться к Моне Лизе. Но вы все равно понимаете, к чему я веду, верно? Когда вы владеете игрой в физическом или цифровом виде, есть хоть какие-то гарантии того, что вы сможете поиграть в игры, за которые заплатили. Даже когда игры удаляют из Steam, я все равно могу их скачать и поиграть, если успел купить их вовремя. А если у меня есть диск, по крайней мере для консолей постарше, я всегда могу вставить его в консоль и поиграть, пока он не испортится. Да, чисто технически этими играми вы тоже не владеете. А владеете ограниченной лицензией на их использование, но все же. Продолжая мысль, уже нет даже смысла спорить о физических и цифровых играх. Потому что этот поезд уже ушел, цифровые игры победили. И для сохранения чего-либо на длительный срок, цифровые версии игры все же подойдут получше. Но только если у людей будет возможность владеть купленными играми. Как я уже сказал, можно заявить, что мы никогда ими и не владели. Даже в эру физических копий. Мы владели только носителями, на которых располагалась игра. Что лучше, чем владеть лицензией. То есть, по сути, виртуальным кусочком бумаги, на котором написано, что у меня есть доступ к данным, хранящимся где-то на сервере. Как-то маловато сейчас прав у потребителей, да? Когда дело касается владения играми, права потребителей мало что защищает. И это вряд ли скоро изменится. Если только не произойдет что-то из ряда вон выходящее. В глазах судов мы действительно не владеем купленными играми. Как бы нелогично это ни звучало. А это значит, что компании могут забирать у нас игры, когда им вздумается. Ситуация и так уже плохая, но она может стать хуже. И, вероятно, станет. А на третьем месте гача игры, лутбоксы, использование боязни упустить награду и все такое прочее. В 24-м году жалобы на все это кажутся чуть ли не нелепыми. Но вы не подумайте, микротранзакции все еще остаются отстойными и делают игры хуже одним своим существованием. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на создании целостных продуктов, которые сами по себе веселые и увлекательные, целая куча авторов создает симуляторы азартных игр, которые используют научные методы, чтобы выжать максимум дофамина из несчастных мозгов игроков и заставить их продолжать играть и тратить деньги. Увлеченность тут ставится во главу угла. Забавно то, что почти во всех играх прошлого года самыми высокими рейтингами не было микротранзакций. Самые явные проблемы здесь это Resident Evil 4 и Street Fighter 6. И в обеих этих играх присутствует полноценный добротный геймплей, даже без дурацких микротранзакций. Но все же стоит отметить, что на файтинге прошлого года микротранзакции повлияли хуже всего. В Street Fighter 6 есть излишне дорогие предметы для кастомизации аватара. В Tekken 8 через неделю после релиза тоже добавили дурацкий магазин. Mortal Kombat 1 со всеми его штуками и сезонным пропуском практически казался бесплатной игрой. Mortal Kombat 11 и так уже перегибал палку. Но 12-я часть сделала ситуацию только хуже, отчего игра стала заметно менее веселой. Модель сезонных пропусков просто бесит по сравнению с башнями из прошлых игр. Вы можете открыть меньше предметов естественным образом, а покупные предметы стали дороже. А микротранзакция за сезонные фаталити. Лично мне это не нравится, но всем хочется заиметь именно их, так что естественно их монетизировали. Хуже всего здесь то, что как бы мы не ненавидели микротранзакции и не жаловались на них. Если достаточно людей отдадут компаниям свои деньги, те продолжат на нас наживаться. Я немного зацепил это в 10-м пункте. Именно поэтому я волнуюсь о том, что компании больше делают игры не для своей основной аудитории, а для небольшой группы китов, которые могут и не знать, как компании эксплуатируют потребителей. И о том, что права потребителей почти никак не защищены. Может сейчас компании нацелены на создание игр для наивных людей, и они хотят сделать это основным источником прибыли? Это меня очень беспокоит, потому что это ведет как раз к обилию микротранзакций. Если 98% игроков понимают, что их обманывают, почему бы не делать игры для 2%, да? Пока в мире достаточно китов, способных вбухать в игру тысячи долларов, у компании будет стимул добавлять в игру бесполезные микротранзакции. А на втором месте бесконечные увольнения и закрытие студий. 2024 только начался, и в этом году уже уволили 8000 человек. В прошлом году уволили еще больше. И пока что на момент снятия видео ситуация лучше не становится. В данный момент быть разработчиком не очень удобно. А весь этот хаос влияет и на нас, геймеров. Может мы не чувствуем этого сейчас, но массовые увольнения определенно имеют долгосрочные эффекты. Обычно негативные. Создавать видеоигры сложно. И для этого нужны талантливые люди, разбирающиеся в очень узких областях. О ком бы мы ни говорили, о художниках, дизайнерах или программистах. Действительно крутых специалистов среди них не так уж и много. В худших случаях, когда людей увольняют, на некоторые позиции потом очень сложно отыскать подходящего специалиста. А без передачи знаний прошлым поколениям разработчиков они могут быть утеряны навсегда. На это несколько лет назад в разоблачительной статье жаловались люди, работавшие над Skyland Bones. Когда команда теряет талантливых людей, разработка замедляется до нельзя. И игры создаются людьми. Если к этим людям плохо относятся или не дают им возможность развивать свои умения, а также передавать свои умения дальше, то создается цикл, который вредит качеству игр. Многие люди находят новые должности в индустрии, но многие другие перестают в ней работать. Они либо находят работу в гораздо более стабильной индустрии, либо уходят на покой. Ситуация смердит и делает игровую индустрию только хуже. Во многих случаях нет никаких явных причин для этих увольнений. Компании объявляют о рекордной прибыли, а потом в том же предложении о массовых увольнениях. Громадные части штата сотрудников просто исчезают по совершенно непонятным нам причинам. И это противоречие сильно бросается в глаза. Многие заметили, что в Японии, в отличие от США, было гораздо меньше массовых увольнений. И на то есть свои причины. Во-первых, это культура труда. Во-вторых, работники там защищены государством гораздо сильнее. В Японии компании не могут просто начать увольнять сотрудников без уважительной причины. И рекордная прибыль это неуважительная причина. А в США никакие причины не нужны. Естественно, Япония тоже не страна чудес. Там принято работать сверхурочно, а зарплаты разработчиков не очень высокие. Но, по крайней мере, людям там не нужно волноваться, не уволят ли их после разработки самой успешной игры года. Короче, индустрия, которая полна хаоса, здоровой по определению быть не может. Я могу только надеяться, что массовые увольнения прекратятся или хотя бы замедлятся. И, наконец, на первом месте безответственная консолидация. За последние несколько лет игровые корпорации только и думали, что о консолидации. Microsoft приобрела Bethesda и Activision, Sony приобрела Bungie, а Embracer всех тех, кто оставался. Консолидация была в тренде, и все старались ухватить кусок пирога. В 24-м трудно не оглянуться и не задаться вопросом, а зачем все это было нужно? Что это была затрата времени и ресурсов? Миллиарды долларов потратили совершенно непонятно на что. Кучу игр отменили, кучу студий закрыли. Некоторые из этих игр все равно не вышли бы, но все же. Возможно, приобретения Microsoft и PlayStation однажды окупятся. Но вот сделки Embracer повредили всей индустрии. Сейчас вы уже знаете, что Embracer поставила все на сделку с объемом в 2 миллиарда долларов в Саудовской Аравии. Но она провалилась. А теперь мы расхлебываем последствия. Целая куча студий расплачивается за амбиции Embracer. Free Radical, Volition, AIDAS Montreal. В прошлом году отменили 29 неанонсированных игр. Мы могли бы получить новую часть Deus Ex. Вместо этого мы получили шиш. Да, некоторым разработчикам удалось сбежать с тонущего корабля. Например, Saber Interactive. Да и Toys for Bob тоже могла оказаться в шахтах, где добывают Call of Duty, как и многие другие студии Activision. Но они умудрились отделиться. И я надеюсь, продолжат делать игры. Так что не то, чтобы совсем все плохо, но в основном все плохо. Все это буквально портит игры. Я очень надеюсь, что мы, как потребители, сможем хоть как-то на все это повлиять, если будем проинформированы. Но время покажет. Эй, ребята, какие вещи и тенденции современных игр раздражают больше всего вас? Обязательно пишите и делитесь мыслями в комментариях под видео. Конечно же, не забывайте про палец вверх, подписку на канал и все в этом духе. Огромное спасибо за просмотр видео до самого конца. С вами все это время был Никитун и до скорых встреч в новых видео.